Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как получить ранний урожай перцев? Это интересует тоже очень многих. И вот у меня даже пришел вопрос несколько месяцев назад. Можно ли перехитрить эту теплолюбивую культуру и получить ранний урожай в июле? Конечно можно. Но с перцами дела обстоят намного сложнее, чем с томатами. Именно поэтому я сначала рассказываю про томаты, потому что томаты выращивают все, а перцы, некоторые боятся их выращивать рано для получения раннего урожая. И я про перцы рассказываю после, вслед за томатами, чтобы люди увидели эту аналогию, что делаем с томатами, то же самое делаем с перцами. Вообще, кто хочет понять вот всю... Я видеоролики выкладываю не просто так, не хаотично, а именно в той последовательности, чтобы каждый начинающий смог понять. И чтобы вот эту нить моего повествования вы поняли, вам нужно, конечно, делать, наверное, скорее всего подписку, чтобы все видео по порядку смотреть. Потому что выхватив из контекста один вот такой видеоролик, потом идут вопросы. А как с перцами, а что делать? Все будет понятно? Смотрите все вот так по порядку. Или достаточно посмотреть видео за прошлый год, где я в хронологическом порядке все это выкладывала. Перцы посев, томаты посев. Конечно, перцы сеять нужно пораньше, я уже об этом говорила. И если вы смотрели все предыдущие видео, то вот это видео будет вам очень понятно. Вот ранний урожай перца. Поступаем точно так же, как с томатами. Чтобы получить ранний урожай перца, нужно посеять пораньше и постараться создать в рассаде перца комфортные условия. Достаточно тепла, достаточно света, достаточно грунта. Также пересаживаем, переваливаю несколько раз, потому что сеем обычно в маленькой таре. И вот прошлогоднюю тетрадь, которую я вам уже показывала. Я все здесь записываю. Уже в третьей декаде января я иногда сею небольшую партию перцев, которые у меня будут предназначены для получения раннего урожая. То есть, если остальные я буду сеять, например, в феврале, в начале февраля, то вот эти на 10, даже 14 дней иногда сею я пораньше. Опять же, для чего? Ну, для того же самого, чтобы вот это маленькое количество перца дало вот первые плоды. В позапрошлом году у меня венти, сорт ласточка, виктория, поспели в июле, примерно 20 числа. Ну, в июле они были уже в биологической спелости, то есть ярко-красные, полностью вызревшие. А до этого, за 2 недели, вот эти сформировавшиеся стручки, но только не без окраски характерной, их можно было уже употреблять. То есть, с начала июля можно уже кушать перцы, если вы не хотите ждать биологической зрелости. Для салатов они вполне подходят. Конечно, это в условиях теплицы. Вот, если, еще очень важно, если вы хотите вырастить перец, но живете в северных таких районах, вот, например, как у меня Сибирь, Откажитесь, пожалуйста, от сортов позднеспелых, от сортов с длительным периодом вегетации, есть 130-140 дней. Эти перцы не для получения раннего урожая не подходят, категорически, они у вас никак рано не поспеют. Поэтому, интересуйтесь, какой это сорт, поздний, средний, ранний. Они не подходят даже вообще просто у нас для сибирского региона, если без теплицы. Они не вызревают и приходится снимать вот эту зелень. Дозариваются тоже, они не всегда хорошо. У кого-то сморщиниваются, у кого-то загнивают. Очень сложно подобрать оптимальные условия для созревания, вот, потом в комнатных условиях или где-то в подвале. У меня утромира некоторый лежит до сих пор, еще не созрел, хоть он и целый, но он не очень хочет поспевать почему-то, холодно там. Вот, если хотите получить ранний урожай, сейте немного. Вот я сею всего 20 кустиков для получения раннего урожая. И будьте готовы к тому, что с этих кустиков, возможно, вы не получите столько урожая, вот, весь урожай, который получите, если вы посеете этот же сорт позже. Почему? Потому что, все-таки, рассада, вот так долго выращиваемая, например, с января, февраль, март, апрель, это ей 3 месяца нужно быть где-то на окошке или где-то там на стеллаже у нас. Для нее это сложно. Все это вот, ну и, конечно, посеяв рано в январе для получения раннего урожая, вот эту минимальную партию, один лоточек, я с ними как клуша. Это постоянно за ними уход, это вот все, за ними надо следить, нельзя переливать, нельзя, чтобы они пересыхали. Перелив плохо, засыхание кома плохо, влажность повышенная тоже плохо, чреваться заболеваниями может развиться заболевание. Сухой воздух тоже плохо, листики истончаются, им нужна влага, их надо и опрыскивать. Ну, короче, тут все надо разнать меру. Для первого раза попробуйте, но имейте в виду, что это у вас как резерв. Если вы не сможете их выходить, если не сможете вы их довести до высадки в грунт, у вас всегда должны быть на их место посевы более поздние, февральские, которыми вы можете эту партию первую первопроходцев с легкостью заменить. То есть, имейте в виду, что в любой вам момент вы можете их потерять. Вдруг какой-то грунт некачественный, это очень долгое сидение вот на подоконнике, на окошке или на стеллаже, оно больше, вот они восприимчивые ко всем болезням, очень долго, в таких неблагоприятных условиях перцы будут. И даже если вы их доведете до высадки в теплицу в хорошем состоянии, вот из-за того, что у них вот это детство и юность прошли не в тех условиях, не в хороших, они все-таки, у них возможно изменение куста. У меня вот Венте в позапрошлом году, он дал урожай, но он был какой-то маленький, неказистый, который высадила я позже его, хорошие, добрые кусты, там он был весь увешан, а этот дал в два раза меньше, но они ценны тем, что он дал рано в июле, а те уже в августе, потом в сентябре были. И вот вы имейте в виду, что посев для раннего урожая, он не будет обильный, вот этот урожай, очень редко получается, что и рано, и много, я уже говорила, это как в сказке, мы хотим, чтобы и ранний урожай, и много было перчин, и так не бывает. Вот то, что для раннего урожая посеяли, имейте в виду, что его будет возможно немного, возможно, вы вообще не сможете его, эту рассаду довести, вырасти, столько времени она зачахнет, чего-то ей не хватит. Теперь о самом процессе. Вот, смотрите или по лодному календарю, или по своему рабочему графику, я сейчас в конце января, ну вот примерно после 20-го числа, первую партию, вот несколько штучек посажу, ну как несколько штучек, я буду садить, конечно, штук 30-40, для того, чтобы при пикировке сделать выбраковку, оставлю только сильные, крепкие такие, которые быстрее развиваются, слабых придется удалять. И вот эта выбраковка при каждой перевалке, при каждой пикировке, она подразумевает то, что мы берем самых сильных вот этих питомцев, своих сеянцы, слабые, к сожалению, для получения раннего урожая, они не очень подойдут, они, скорее всего, если они слабые изначально, то они ослабнут еще сильнее. В январе сею, создаю комфортные условия, обязательно свет, обязательно тепло, имейте в виду, что перец более теплолюбивое растение, и если томаты могут у вас спокойно прорасти семена при 20-25 градусах, то перцу желательно условия для прорастания семян дать чуть повыше. Я в прошлом году ставила лоток на электрогрелку на самый низкий уровень, и вот земля была постоянно в таком подогретом состоянии около 30 градусов. Выходят они тоже на поверхность очень долго, дольше, чем томаты, томаты у нас могут выскочить на третий, пятый день, перцы, если долго не выходят, не расстраивайтесь, они могут появиться в сходы через 7, через 10, даже через 15 дней, ждите. И вот хороши ранние посевы тем, что если в крайнем случае у вас эта партия не взойдет, но вы можете в начале февраля, там, 7-10 вместе со следующими посеять вот это же количество, и вы восполните вот этот пробел. Но будем надеяться, что они взойдут, вот так же, как у меня. Ждите, когда они взойдут. Они очень долго. Перцы легче выращивать, посеяв рано чем? Они не вытягиваются, они не разрастаются, они не, как сказать, не истончаются стебель, они вот и стоят, и стоят, и потихоньку, потихоньку, очень, очень медленно они начинают расти. Вот один листик показался. Через неделю, через дней 10, еще один листик покажется. Ждите, один или два листа покажутся, можно их распикировать в отдельный стаканчик. Я пикирую или в 200-граммовые, потому что они растут медленнее томатов, их можно в 200-граммовые, в один лоток, все 20-30 штук рассадить. Слабые, безжалостно убирайте, выбрасывайте. Это жизнь такова. После этого они еще немного порастут, и когда вы увидите, что корневая система заполнит весь стаканчик, нужно переложить в полкилограммовый. Вот в полкилограммовых они у вас простоят еще недели, 2-3, ну там видно все будет. Если он начинает разрастаться, то придется в 2-х килограммовую тару перекладывать. Есть мягкая, можно мотать из целлофана свои вот такие вот по форме, по какой-нибудь, по полторашке, набивать землей и туда пересаживать. Главное, чтобы он не испытывал недостаток почвы. Все так же, как с томатами, я все это вам рассказывала, чтобы было много почвы, полив умеренный. Они любят полив, они не любят сухую землю, но заливать их тоже нельзя. Опасность черной ножки существует всегда. Рассаду можно опрыскивать эпином, стимулятором роста, всевозможными. Все это я буду показывать. Вот сейчас расскажу принцип. И главное, что вы должны знать, что вы должны создать этим перцем именно те условия, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Вот разросся он, дайте им больше горшок, дайте им больше земли. Также, как про томаты, сразу скажу, что в таком усложненном режиме много рассада не вырастешь, потому что подоконники, стеллажи наши, они не резиновые, они не бесконечные. Ну, 20-30, если в больших горшках будут стоять. Но этого хватит вам для получения раннего урожая. Как только настанет, наступит тепло, и теплица ваша прогреется, мы высаживаем. Но перцы надо высаживать намного позже в теплицу, чем томаты, они более теплолюбивы, и они более восприимчивы к этим перепадам температур. Поэтому их держим долго, поэтому их обязательно нужно пересаживать в большую тару, чтобы они не почувствовали вот такого дискомфорта. Потом, когда уже будет тепло, земля 10-12 градусов, в куполе температура будет стоять, там уже в это время, наверное, 25-23, вы высадите эти перцы, возможно, они в это время уже у вас зацветут. И, возможно, у вас будут уже маленькие вот такие перчины. Я вот, когда в июле он поспел в винте, я с перцами высаживала. Но так как у вас будет большой объем грунта, то это не будет сильно негативно сказываться на дальнейшем плодоношении. Просто эту пленку осторожно разрезаете, вот так вот все убираете, и нежно, как ребеночка его, лунку сделаете, заправите, удобрите, и вы его туда вставите, и осторожно вот так. Когда вы вот таким образом вырастите, и пересадите без повреждения корневой системы, именно с большим комом, чтобы ни один корешок не пострадал, поверьте, он не почувствует даже, что вы его туда перенесли. Если вы все вот эти требования выполните, которые, как он хочет жить, как он хочет дорасти до пересадки, у вас будет очень ранний урожай. Вот эти стручки, которые уже будут висеть на нем, они очень быстро, вот когда туда, ну как, много будет, он распустит эти корешки, питание будет больше, конечно, будете режим полива соблюдать, они очень быстро разрастутся, и буквально после высадки через 2 недели они начинают краснеть. Если мы высаживаем, ну, тут по регионам, я даже сроки не буду называть, чтобы людей не путать, у каждого свой срок высадки, и зависит от того, есть ли тепло в вашей теплице, или просто будет она холодная, не обогреваемая. Про даты я поговорю потом, а сейчас вот этот принцип, как получить ранний урожай перца. Вырастить рано можно все, хоть что, хоть перцы, хоть баклажаны, хоть томаты, но знайте, что с этой партией, которую вы запланировали посадить для получения раннего урожая, у вас будет очень много головной боли, у вас будет очень много хлопот, вы будете с ней бегать туда-сюда, куда найти место лучше, они будут понемножку разрастаться, они будут вытеснять остальных, поэтому большое количество для раннего урожая лучше не сеять. Начните, вот если кто начинающий, начните с 10 кустов, то есть посеяв 20 семян, 10 вы в процессе отбракуете, если они будут один крупнее, другой меньше, маленький убираете, или маленький дарите своим соседям, подругам, если вам жалко. Места все равно на всех не хватит, поверьте, жалеть их нет смысла, надо выбирать самые сильные, самые здоровые, именно они дадут вам ранний урожай. До свидания, с вами была Ольга Чернова, сегодня, вот видите, я переоделась уже по рабочему, буду сейчас работать с грунтом, покажу вам предпоседную подготовку, сегодня 5 января, разгрузочный день, не хочется потерять те 10, ой, снова приобрести те 10 килограмм, которые потеряла до Нового года, продолжаю дальше свою диету, будем работать сегодня с землей. До свидания.